Добрый вечер! Мы начинаем наш новый урок. В 29 главе 165 страница вверху. На самом деле это 164, там одна буква И. И поэтому. Видите? Мы в этом уроке возвращаемся чуть-чуть в отрывок, на начало нашей книги вообще. В первой, второй главе. И это даст нам понимание к совету, который Альтеребе дает наш великий, неординарный и очень серьезный человек в состоянии Бейнони, которое мы обсуждаем сегодня. Этот человек жалуется о том, что у него чувства нет. И мы читали, что совет советует ему, Альтеребе унизить себя, потому что когда он унижает себя, он ломает дух ситраахра, клепа, который является животной душой. И сразу мы задаем вопрос, причем тут себя? Животная душа. Чего это я должен унизить себе? Унижим давай животная душа. Говорит ему, Альтеребе, ты есть животная душа. Ты есть. И поскольку, что ты есть животная душа, поэтому унизить надо себя. И поэтому концентрироваться, это не просто унизить, сломать самодостоинство. Мы нет. Человек, не дай Бог, не может сломать самоуверенность в себе, самодостоинство. Мы не говорим о том, что это грех, это плохо. Человек страдает из этого, и ничего хорошего не происходит, только унижит себя, это только депрессия. Мы говорим о унижении. Знай свое место. Знай свое место. Что ты кто? Ты животная душа. Ты ситраахра. И поэтому ты клепа, и твоя желание, кто ты, не ест всевышнему, не ест божественность. Поэтому ты должен быть скромный. Ты должен понимать, что тебя надо ниже нос. Знай свое место. И это поможет потрястись, можно сказать, состояние твоей души, и тогда начнешь почувствовать. Мы вернемся, как это взаимосвязано, мы вернемся к этому еще. Сегодня будем, сегодня, на следующий урок точно будем заниматься, как это связано. Сегодня будем объяснить разницу между праведник и Бейнони и Грешной. В данной ситуации Бейнони и Грешной и Раша в одном лагере, а в другой лагере находится праведник. Он совершенно другой сорт человек. Он не ест обычный человек. Для того, чтобы это понять, надо понимать, кто это за человек, который принимает всех этих решений. Мы говорили, что есть два души. Одна душа, первая, сильная, самогучая, животная душа, которая и есть ее тело, наше тело, телесная жизнь. Вторая, божественная, чистая частичка божественности, которая превратилась в душу человека. Животная душа, что хочет, удобство, комфорт и так далее. Поэтому она тянет себя всегда на дно. Вторая, божественная, что хочет, божественность. Между них надо определить. Мы постоянно говорим весь вот этого общения, что нам надо определить, кто это нам. Только что сказали, что есть два души. Одна божественная, вторая животная. Кто должен между них определить? Кто это тот я, который определает между них? Кому мы идем в претензии? Кто за сил, которые к нему мы обращаемся? Говорим, ты должен выбирать. Как выбирать? Или я божественная, или я животная. А как выбирать? Кому обращаешься теперь? Одна божественная, одна животная. Ну, а кто должен выбирать? А? Как это понять человек? Человек это как? А? Все вместе? Как все вместе? Не понимаю тебя. Ты, Лейб, у тебя есть такие определенные желания. Вот тут сидит Шафутинский, у него другое желание. Ты тянешь туда, он тянешь туда. Кто должен определить? Тритый. Тритый человек. Тут животная душа, тут божественная душа. Кто тритий? Кто принимает решение? Как совместно? Они не хотят дружиться. Это тянет туда, а то тянет туда. Кто должен быть той человек, той посредник, который принимает решение? Кто принимает решение? Супер-эхали. А? Супер-эхали. 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 Парни. Ты туда же. Кто-то. Есть... Есть... Есть медраж. По двух сторожей. Да, по двух сторожей. Очень известный. Что одному хозяину был очень дорогой сад. И урожай вот-вот уже надо было собирать. Была большая опасность, что его будут гравить. И он решил поставить сторожей. Но народ, который вокруг были все-таки негодный. То что ему делать? Он был умный. И говорил, вот возьмем человек без ног. Без ногами. Да, но с глазами. А второй без глазами, но с ногами. Они будут дополнять друг друга и будут охранять. Они не могут воровать, потому что это без ноги. Ну, может смотреть. А это может бежать и кричать кому-то, но не может видеть, что воровать. И обворовали все. А когда он пришел впереди, он говорит, а как мы могли украсть? Я без ног, а то без глаз. Без вопросов. Одел друг на другу. Вот так украли. Вот теперь украли. Вот типа так. Всевышний соединяет между животной душой и божественной душой. Вот так украли. Вот так судить. Но на самом деле, если мы будем относиться к этому серьезно и понимать, что мы хотели сказать, как объединять? Это без ноги, а это без глаз. Как объединять? Ну, что объединять? Поэтому есть третая душа. Вот представляете, какие мы богаты. Есть три душа в каждой человеке. Три. Не два, две, три. И недавно я встречал очень красивое письмо. Ребек, который очень красиво описывает каждое предназначение, каждый из чистых человек. Божественная душа, он пишет, что такое понимание смерти в духовности. Вот такое интересное письмо. Душа, божественная душа, что она хочет? Соединиться с Творцем. Что для нее смерть, когда вместо того, чтобы объединяться с божественностью, ее тянет в сторону материальной жизни. Для нее это смерть. Поэтому мудрецов говорят, что грешники при жизни называются мертвецом. Почему они мертвецы? Они убивают своих душ. Душа потеряет причину на жизни. Не феша сихлит. Мозговая душа, это разобрается. Мозговая душа. Что ее предназначение? Принимать решение для животной души. Для животной души. Ее смерть, когда она считается мертвая, когда животная душа управляет ей. Сейчас поймем, что это значит. Животная душа и ее предназначение жить комфортно. При условии, что это не против всовищенной. То есть нарушить один из 613 заповедей она не должна и не способная. Если она это делает, она попадает в худший, чем клепот. Это называется смерть. А есть смерть телесная. То, что мы называем смерть. Когда тело переломано и не можешь принимать в себе душу. Тогда это окончательная смерть. Что такое мозговая душа и животная душа? Это вводы двух частей одного и того же, но это не так. Животная душа. Животная душа. Животная душа. Что такое животное? Все инстинктов. Все чувства. Все начинается с чувств. Главное в жизни это мои чувства. Все мотивирует душу. Все мотивирует эмоции. Вот сердце хочет. Тянется сердце. Сердце, оно так хочется. Так, ну, это животная душа. Человек был рожден, когда мозг управляет сердцем. Не сердце управляет мозг. Мозг приказывает сердце. Вот это мозг управляет сердцем. Это вторая часть. Это совершенно другая душа. Она мозговая. Она логичная. Она управляющая. У нее нет желания. Она ищет, где правильно для нее. Это тоже эгоист. Это не божественная душа. Она ищет, что, где находится правда. Животная душа не поймет никогда, что молиться это хорошо. Мозговая душа поймет это. Только объяснит доступно. Она поймет. И она примет хотя бы по заставе. Она поймет. И она будет приказывать. Она будет жить так, как надо. Если доступно, достучишь и объяснишь. Когда мы говорим, что божественная душа борется с животной душой, на чем она борется? Кто совладеет? Мозговая душа. Кто примет решение? Кто переубедит мозг? Чувство, животная душа или божественность? И постоянно, постоянно война находится на... Кто совладеет вот это? Вот это. Вот мозг. Кто будет держать мозг? Животная душа, конечно, пользуется постоянно мозги. Доказательство очень проста. Мы не хотим того, что хотели в детстве. Но это не значит, что мы хотим другое. Мы в детстве любили конфеты. Сейчас мы любим машина. Разница какая? Разница какая? Никакая разница. В детстве мы любили конфеты, сейчас мы любим деньги. Какая разница? Такой же, только развивались. В чем развивались? В угоду мозг воспользуется. Воспользуется его кого? Животная душа. Она дальше хочет. Только мозг воспользуется как и что. Его никто спрашивает, нужно ли оно. Я хочу. То есть, пока влияет надо мной хочу, мой мозговая душа просто принадлежит животной душе. Она полностью завладела ее. Полностью. И поэтому он со временем меньше и меньше способен спротивляться. Мозг меньше и меньше способен спротивляться. Попытайтесь менять ваши привычки. Не спать вовремя, когда вы привыкли, спать вовремя. Не ложиться на диван, когда привыкли, лежиться на диван. Не ехать в последние маршрутки, когда этого и привыкли. Ну, ломай в своем привычке, посмотреть, что будет происходить. Мы говорили об этом. Никто не чувствует, что у него спина кривая, пока он не питает, что я упрямец. Попытайтесь просто ломать своих привычки. Ваши привычки были хотелки, стали привычки. И каждый раз животная душа перекусывала еще один кусок из самостоятельности мозга. Каждый раз кусок. Вот теперь об этом тебе не надо думать. Это факт. Надо сейчас спать. Почему? Так хотелось. Хотелось. Теперь привык. Все. Ты об этом не думаешь. Спор уже не будет. Давай она идет на следующий шаг. Вот теперь это завладелец. Все. Это привычка. Больше об этом не будем обсуждать. Закрыли вопрос. И так шаг за шагом, шаг за шагом, она начинает завладеть нашей мозг. И поскольку что у нас, у грешных, как мы, очень много привычки, очень много хотелки, которые превратились в привычки, мы поэтому и грешны. У Бейнони нет привычки. Нет у него привычки. Такого не бывает. И хотелки не бывают. Как-то тыкает в голову. Тук-тук. Хочу. Не хочу. Все. До свидания. Это Бейнони. Но кто, кто, главный, который стучит, кто должен стучить постоянно? Животная душа. Она хозяин. Она хозяин. Она хозяин. Над всего. Она владеет ситуацией. Мы должны постоянно спротивляться. Даже у Бейнони. Она должна постоянно спротивляться. То есть, мозговая душа постоянно отталкивает. Хочу, нет. Хочу, нет. Хочу, нет. Она никогда не освободилась от своего главной владелицы. А хотелки постоянно стучать. Поэтому, кто настоящий хозяин? Он никогда не, у него не получается ничего. Это типа номинальный хозяин без владельца. Это номинальный хозяин. Животная душа, но у него не получается осуществить свое хозяйство. Но она не означает, что она отказалась. Отбирали от него хозяйство, но она не отказалась от хозяйства. Вот это у него нет. Праведник не так. Праведник не так. Нету хочу. Вообще не бывает хочу. Вообще никакого хочу. Есть нужно. Есть Богом. Есть божественность. Есть заповеди. Есть святость. Это все. Животная душа, она функциональная. Она просто должна крутить кровь. Она должна дышать. Она должна переваривать пищи. все. Это весь ее территория. Никаких хотелки нету. Никаких. У нее нету разрешения, даже стучать нету разрешения. Какого стучать? Владелец мозг божественная душа. Полностью владелец. Тепер вопрос. Тепер вопрос. Вы хотите сказать, что вам это новости, и я рассказываю новости. Я понимаю. Но вопрос какой? Да. Вопрос. Вопрос, где находится Божественная Душа? Понял. Понял вопрос. Я понял вопрос. То есть вопрос для души. Мы же учили и не упомянули вообще, может говоря, душу, а теперь есть. Я все понял. То есть получается, что когда мы учили в 1, 2, 3, 4, 5, 6 главе в Таня, вот там описались другое положение вроде бы. Божественная Душа находится в мозге. Она пытается совладеть сердце. А животная Душа находится в сердце. Питается совладеть мозг. Это не спротивляется. Мозг. Интеллект. Это самостоятельное решение. Это называется в 1 главе. Судья. Помните, мы говорили в 1 главе, что грешники, их животная душа судит. Праведники. Божественная душа судит. Дейноним. Средники. То и другое судят. Что значит судить? Что значит судить? Принимает решение. Третья сторона. Мозг. Вот мозг. Это человеческая выдуманная инструкция Бога. Вот это другая часть. Животная душа есть у животных. Она есть много. У больших животных много божественная. Много животная душа. У примитивных животных очень примитивная животная душа. Но она одинаковая. Она хочет жить и жить насколько можно комфортно и безопасно. Когда мы говорим, что у грешных их животная душа судит. Это означает, что она совладела мозгом. И она принимает решение односторонное. Просто иногда получается у него... Можно одевать фильм? Ну пожалуйста, одевать фильм. Можно. Ну хорошо, давай. Есть очень хорошие грешники, которые почти бейноны. Мы не говорим сейчас о нем. Мы говорим о крайности теперь. Да? То есть, кто владелец? Владелец животная душа. Как это выражается? Грехов. Просто нарушает законы. Она владелец. Она принимает решение. Она принимает решение. Иногда дает отпор, дает чуть-чуть божественной души, сколько можешь. Это как... Как любая борьба. Вот сейчас были выборы. Представляешь, что... Что... Вот мозговая душа это... Это... Мерия. Борются двухсторонные выборы. Кто будет... Кто будет принимать решение? Большинство депутатов или мэр тоже полностью совладелец или частично совладелец. Вот представляете, вот такой, 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 такой ситуации. У грешной принимается решение практически односторонной. Животная душа, она владелец. У праведники точно наоборот. Принимает решение только божественная душа. Только она владелец. Животная душа, она функциональная. Функциональная. Надо кушать, кушаем. Надо спать, спим. Надо дышать, дышим, все. Что еще? У праведника есть разница, насколько он завоевал и животную душу. Он просто оккупировал ее тоже. Полностью оккупировал, и оккупировал, и менял, и он стал даже своего. Разных уровней в праведнике. У Бейнони стругая ситуация. Он находится в паузах. Но выборы прошли, все квиты одинаково. Нет хозяина. Он каждый раз не пускает животное. Но божественная не владелец. Он злодей не пускает. Никогда. То есть, делать того, что не надо, никогда. Но божественная не владелец. Если, а? Но теоретически это возможно. Теоретически это возможно. Вот и поэтому между Бейноним и грешной есть большая близность. Владелец пока злодей. Сколько пускаем? Сколько мы можем, мы не можем уже давать отпор. И Лиубейну вообще не пускаем ни разу. Но он хозяин. Он первый лиц. Он первый всегда взломается. Мы не пускаем его, но взломается первый. Первый мысль. Первый мысль в день. Покушать. Первый мысль в день. Дышать. Третий идти в туалет. Четвертый что-то подумать. Вот это у Бейнони так. Поэтому Бейнони, он как той же сорт, как грешных. Только он правильный человек, а грешный попадает. праведник, это совершенно другой человек. Совершенно. У него нет желания дышать. Он дышит, потому что надо дышать. У него нет желания покушать. Хиллел говорил, ну, надо ее покормить, иначе сдохнет. Ну, просто надо покормить. Ну, надо просто. Не хочется. Не голодный. Ну, надо же. Просто надо. Конечно, у нее нет желания уже. Вот надо же. Какое желание? О чем идет речь? Какие желания могут быть? Что-то хочет? Не хочет, нет, на ничего. На того, что она будет функциональная своего тела. Надо ее укладывать спать, сколько надо. Поэтому у праведники, вот это не есть функция в жизни. Их функция в жизни, это сколько мы ближе к Богу, сколько мы приближаем туда, сколько мы связаны с Ним, насколько мы привязывались, мое тело тоже туда. Это совершенно другой порядок. Это совершенно другой человек. Теперь, когда мы поняли это, мы понимаем следующую, мы должны читать следующую часть. Мы начинаем с русского версия, и поэтому 165 страница. Велла Зоис. Цоррих левачо, влашпило, леофор. Как надо относиться, к себе и бейнони, он должен биться ее, и унизить ее, как земля. Дахайну ликбоя итим, предназначет в Риме, ла шпил ацмой, унизит сибьей, леют нивзе беэйнов нимос. Ну, даже чувствовать пирицаби отворошеньей. Какосов, как написал царь Давида, левелев нишбор, когда сломанное сердце, руах нишборо. Сломаем, дух. Что это за дух? Это животная душа. Другой сторону, клепа. Что она и есть сам человек в бейноним. Усредники. Что нефишах юнис, амехайо, амехайо агув, аживотная душа, которая оживлает тела, и беток покетул досу. Она силна, как в время рождения. Белибой, в нутрии восерца. Нимца хи-хи ода мацмэй, виходит, ана иест сам человек. Ваал нефэш оэлэйки шабоои, абажэствэная, душа каторэ, в нивуно ходица, нэммар, нэшомо, шэносэто битээйроэй. Душа каторэ, тидалминя, чшиста яна, шэносэто битэйко, ти одаал вминяя, кто это значит, ти одаал вминяя, што это не я. Ти дал вминяя, миняя это кто? жэвотная душа, кто главный жэвотная душа, тидал вминяя, михлаал вихудит, шоуудом ацмой, айна я нэшо муатээйро, шэлэвэксэм, они ясд бажэствэная душа, ки им битээцэддиким, дуругуэтзила у правидники, шэбэээм, улэээпэх, униихэтэнээбэрот, шээнышо муатэээйро, шэйнэфээшо элэйки, схуу оадом, кто яст он, Божественная душа У праведника это наоборот Он есть Божественная душа Он есть человек А как называется у них тело И животная душа Вегуфом никро Пса ода Тело человек Плот человека У них наоборот Они есть человек Тело плот человека Угрешно это наоборот Ты отдал в меня А я кто? Животная душа Я есть человек То есть мы говорим О разных сортов людей Праведник Это Божественная душа А тело это плот человека Или мы Мы есть мы А ты отдал нам душа Окей Мэмэр хилэл Азакэн латалмидав Кэксказал Пиэр ви хилэл Хилэл били двоя Пиэр ви хилэл Это был дедушка Второй Пиэр ви хилэл гавэрил Свеих чиников Ксээя Хилэлэх лээххуэл Когда он шел покушать, Он идиот делает милосердие С бедняшкой. С бедняшкой. Кто это такой? Он гуфой. И почему он так сказал? Его тело это считалось второй. Не он. Другой. Ребята, точно как у нас, Только в сторону, в сторону. Мы кто? Тело. Кто душа? Ну, дали нам душа. У него это точно наоборот. Кто он? Душа. Кто тело? А ну другой. Дали ему тело. Он не надежит стил. Он что он ему дил отца. Он говорит, что он гомал хасад ему. Он просто дает ему билега тварителенности. Бэмэшэмэээхилой? Том что он кушет? А мы кушаем нишетаем, что он мидил им билега тварителенности. Мои дилэм? Если мы одеваем тварителенности, мы чувствуем себя героем. Вот мы такие. Вот мы молодцы. Хорошие евреи. Праведник это точно наоборот. Он говорит, ну покушать. Отдал тебе покушать. Рассказано, что один из праведников, перед смертью, он уже читал Шма-Исраэль, чувствовал, что душа уходит. Были у него много учеников, всех общин. Он был один из великих раввинов позапрошлых поколений. Очень известный. Из хасидских раввинов. И он просил перед смертью, он говорил, что надо утешить обиду божественная душа и тело. Он же ничего не отдал ей. За 80 лет ничего никогда не дали. Надо хорошее вино давать ей за последний раз, сказать не льхаем и попрошаться достойно. То есть он последние минуты жизни говорит, не обижаешься. Ты был неплохой соперник, но не получилось ничего. Теперь льхаем. Теперь. Молодцы. Ты сослужила божественная душа хорошо. Удержала. Это праведник. Продолжение следует. Животная душа стала часть божественной души. Она не просто молчала в сторону и плакала. Она участвовала. Животная душа, у нее есть особенности. Ее особенности в том, что она имеет бесконечные способности желать. Такое желание, которое у божественной души нет. Вот такое жесткое желание. Хочу, да? У праведники, они так воспитывали своих животных душу, что она стала хотеть божественности. Я объясню, в этом закончим урок. Однажды, брат, ребят, ребят, шаб, менах Мендель, так называли. Они были три брати. Ребят, шаб, был второй. Первенец. Бил разо. Ребят, салон, ага. И младший был ребят Мендель. Он умер в Париже. После войны. После Второй мировой. Он относительно ребят Рашаб и ребят Залмин Аруин, которые были великими людьми, он был достаточно простой. Ну, простой. Когда было нужно по разных причинам перезахоронить его спустя несколько десятков лет, после его смерти, его тело осталось полное, невредимое. То есть он был чистый человек. Он был великий человек, но очень простой относительно его братья. И он увидел, что ребят Рашаб, когда моет руками перед едой, он наливает с кувшиной три раза. Вообще в законе написано два раза. Он три раза. И он спросил его, откуда это? Где написано, что так надо? Ребят Рашаб сказал ему, что он сейчас не помнит. Но перед Вармитсва он воспитывал своего тела, не божественная душа, тело, полностью быть послушная автоматично на то, что написано в Шухан-на-рух и в законе. Поэтому, если его привычка, мы три раза, значит это написано. Вы представляете? И его привычка не спать, а мы друг и три раза. Такая привычка. И это точно божественная душа. У него не было сомнений. Если так я видел, наверное, так написано. Не помню сейчас где, но точно. Почему? Я воспитывал ее. Это праведник. Хороший вечер.